Это только на первый взгляд гоночные машины похожи на автохлам. На самом деле под капотом этих малюток суперсовременная начинка. Турбованный двигатель, кулачковая коробка передачи, еще много чего. Свои технические секреты автопилоты бережно хранят. И остается лишь догадываться, во что обходится владение гоночным болидом. Каркас, мотор, коробка, все последующее. Ну, за миллион точно перетянет. Внимание! Старт! Поехали! В череду заездов открыла заднеприводная классика. Неудержимые «шестерки» и «семерки» напрямую разгонялись до 120 км в час. Поворот входили на 80. Солидный денежный призовой фонд явно добавлял азарта. Автопилоты нередко шли ва-банк и до последнего не убирали ногу с газа. Такие фигуры пилотажа стали настоящим украшением турнира, который, к слову, третий год подряд проходит при поддержке Барнаульского пивоваренного завода. Будем дальше поддерживать и продолжать эту традицию, выступать с партнерами. И это здорово, что у нас в Алтайском крае, в городе Барнауле, один из этапов проходит. Многие хотят, но не у каждого получается. А вот у нас получается. Мороз под 30 не помешал показать классы автомобилям с передним приводом. Ассы боролись за каждый сантиметр дорожки. В одном из заездов гонщик даже умудрился потерять колесо, но с дистанции не сошел. Финишную черту пересекал на трех колесах. В итоге победителем в классе А-1600 стал Дмитрий Катышев из Омска. Быстрее всех в классе заднеприводных машин проехал Станислав Моор из Бийска. Им и достался главный приз 150 тысяч рублей. Алексей Янкин, Андрей Печоркин. Наши новости. Алексей Янкин Корректор А.Егорова